Восьмой раз Ивановский форум «Олимп» собрал на своей территории молодых людей с активной жизненной позицией. В этом году таких оказалось больше сотни. Форум образовательный. Прослушав лекции, участники выполняли групповые проекты. Поделиться опытом к ним ежедневно приезжали представители общественности, бизнеса и власти. У нас была экономика предпринимательства, гражданская платформа развития и глобальная политика. Поэтому ребята, когда регистрировались на форум, они выбирали себе направление, и у нас получилось три группы. В рамках этих направлений они посещали различные лекции, и занятия у них были практические, а также они защищали проекты в рамках этих направлений. Результатом работы форума стали 10 жизнеспособных проектов. Один из них ориентирован на недалекое будущее. По идее авторов, через несколько лет многим специалистам придется подстраиваться под стремительно меняющиеся реалии. Чтобы помочь людям переквалифицироваться, ребята предлагают создать образовательное мобильное приложение. Например, сейчас актуальна профессия юрист, а в 2022 году появится такая профессия, как сетевой юрист. И чтобы юристы, которые сейчас работали, не потеряли свою работу, они скачивают наше приложение и будут развиваться в этом направлении. Для тех, кого интересует социальная сфера, действовала секция «Гражданская платформа развития». Лекции в основном были связаны с социальным проектированием, структура социального проекта, фандрайзинг, то есть привлечение средств, информационное сопровождение проекта, как грамотно сделать, запустить проект под ключ. То есть это и команда проекта, и механизмы реализации, все от А до Я. В свободной от лекции практических занятий время для молодых людей проводили мастер-классы по йоге и танцам. По вечерам – песня у костра. Скучать в палаточном лагере некогда. У меня опыт, честно, такой первый. Мне очень нравится жить в палаточном лагере, поскольку это очень атмосферно. Ты живешь, единственное, только ночью чуть-чуть холодно бывает, но в принципе в палатке все нагревается, все хорошо. Еда нам тоже нравится, все отлично. В заключительный день форум посетил губернатор Ивановской области. Павел Коньков осмотрел территорию, где живут ребята, после чего встретился с участниками. Целый час глава региона отвечал на вопросы молодежи. Интересовались они разными аспектами жизни области – от развития туризма до будущего совхоза «Тепличный». Прозвучал вопрос о средней заработной плате и о том, когда ивановцы станут жить лучше. Экономика в стране развивается на самом деле центробежно. И если на первом этапе резко вперед прыгнула Москва, то далее к ней присоединилась Московская область, потом области первого кольца – это Ярославская, Рязанская, Тульская. У нас третье, второе кольцо вокруг региона. Подобные форумы – это не только отличная площадка для обмена опытом и реализации своих идей. Это еще и возможность познакомиться с единомышленниками. Максим Серебряков, Антон Осипов, РТВ Иваново.